Звуки музыки артисты не слышат, но искусство понятно без слов. Певица Виктория Горбенко не может ходить, но от сцены не отказалась. В городском театре сегодня выступают люди особенные. Те, кто смог преодолеть болезнь вопреки всем обстоятельствам и добиться цели. Заместитель главы города-курорта Людмила Мурашова подчеркнула, вот на кого нужно равняться в упорстве и целеустремленности. Это те люди, которые сегодня вместе с нами нас двигают, а мы помогаем им создавать ту так называемую историю. И когда молодые люди начинают капризнички за каких-то бытовых неустроенностей, я всегда говорю, придите на этот концерт и посмотрите, как за вот этой легкостью, за вот этой красотой, которая сегодня есть на сцене, какой большой труд стоит, какая воля к жизни, воля к победе стоит вот за той легкой красотой, которая сегодня здесь. Поэтому, уважаемые здоровья, не сдавайтесь, мы будем всячески вам помогать, мы будем рядом, но самое главное, мы очень хотим, чтобы вы были счастливы. Их силедуха может позавидовать любой здоровый человек. Спортсмены, музыканты, танцоры, люди с ограниченными возможностями здоровья, но безграничной любовью к жизни. Опытные специалисты, близкие и наставники помогают им вновь поверить в себя. Галина Нагнебеда – председатель общественной организации «Глухих». С 2009 года руководит ансамблем «Звезды надежды». Я им вторая мама. Скажем, разом у нас все лучше и лучше, спорт лучше. У нас пришло много очень молодых ребят. Будем уже молодых приучить. А то у нас ветераны, говорю, медалями ходят, а молодые еще не ходят. Надо их уже приобщать. Памятные подарки и грамоты получили председатель общественных организаций, активисты и те, кто добился успеха в творчестве и любимом деле.